Тайны фонда SCP, бесконечная генерация уровней, интересные квесты, всё это есть в игре на Android The Lost Signal SCP, которую пилю я сам, когда не пилю видео на этот канал. Качайте игру, играйте в игру. Я говорю так не потому, что это поддержит этот канал. Ваша участь в загробной жизни определится. Ссылка в описании. SCP-2490. Оперативник повстанцев хаоса Альфа-19. Объект номер SCP-2490. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. Все сотрудники фонда должны быть проинформированы о свойствах SCP-2490 и проинструктированы осведомлять руководство своего учреждения в случае подозрения на преследование со стороны SCP-2490. В задачи мобильной опергруппы Альфа-5 «Почётный караул» входит постоянный контроль за всеми преследуемыми сотрудниками и по возможности нейтрализации SCP-2490. Мобильная опергруппа ПСИ-7 «Большой ремонт» в настоящее время занимается отслеживанием аномальных объектов, предположительно похищенных SCP-2490. Сотрудники, преследуемые SCP-2490, должны быть на неопределённый срок отправлены в оплачиваемый отпуск. Их уровень допуска должен быть немедленно отменён. Любые аномальные объекты, с которыми работали преследуемые сотрудники, должны быть перемещены во вторично засекреченные локации по усмотрению директора учреждения. Если объект не может быть перемещен, то все меры безопасности его содержания, коды расписания охраны, модульные защиты периметра, должны быть немедленно изменены, с акцентом на постоянное непосредственное наблюдение. Сотрудники, атакованные SCP-2490, должны быть переданы в зону 44А, принадлежащий фонду Центра неврологических заболеваний. Описание. SCP-2490 обозначение модифицированного человеческого существа, предположительно оперативника Альфа-19 повстанцев хаоса, которая с 1900 года преследовала по крайней мере сотрудников фонда. Голова SCP-2490 выглядит как продолговатая капсула бежевого цвета, на которой нарисованы два глаза, какие-либо другие черты лица отсутствуют, тело состоит из множества сочленённых сегментов белого цвета. SCP-2490 обладает клешнями, похоже приживлёнными к концам его рук. Тем не менее, судя по показаниям жертв, большинство наблюдателей воспринимает его как обычное человеческое существо. SCP-2490 ведёт себя подобно загонщикам дичи, идентифицируя субъекта или нескольких субъектов, и методично преследуя их, как правило в городских и сельских районах. Жертва имеет или приобретает иммунитет к механизму маскировки SCP-2490, но объект не предпринимает никаких попыток скрывать своё поведение, если будет замечен. Жертвы часто сообщают, что видели, как нормальный человек превращается в SCP-2490, после чего начинает преследование. SCP-2490 преследует жертву повсюду от нескольких часов до нескольких месяцев, часто показываясь ей издалека перед тем, как сбежать. В результате такого поведения жертвы обычно страдают от недостатка сна, сильной паранойи, интроверсии и боязни манекенов. Все жертвы сообщают, что SCP-2490 либо движется к ним, не шевеля ногами и с распростёртыми объятиями, либо передвигается на четвереньках, напоминая краба. SCP-2490, похоже, способен к телепортации ближнего действия. Другая гипотеза состоит в том, что существует несколько экземпляров SCP-2490. В одном случае жертва SCP-2490 заперлась в уборной, затем обернулась и увидела, как SCP-2490 выходит из смежной ванной комнаты. В конце концов, жертву обнаруживают в бессознательном состоянии со следами уколов на черепе. МРТ-сканирование показывает, что фрагменты тканей мужичка, гиппокамфа, коры головного мозга, а также случайных участков лобной, теменной, височной долей удалены, изыменены веществом, напоминающим выделение SCP. После этого нападения исчезает какой-то из объектов SCP, с которым работала жертва. Каким образом происходит похищение объекта, неизвестно, поскольку устройство безопасности никогда не активируется, а какие-либо свидетели всегда отсутствуют. Видеонаблюдение не показывает никаких отклонений, кроме статических помех длительностью 0,5 секунд, в течение которых объект исчезает. Попытки непосредственного наблюдения за объектом приводят к краткому перерыву в наблюдении, как правило, из-за неполадки с освещением, ошибки сотрудника или неисправности оптического прибора, во время которого объект исчезает. Доктор Арнольд Фиддман был седьмым сотрудником фонда, подвергшимся преследованию со стороны SCP-2490. Это интервью было проведено незадолго до завершения преследования. Опрашивающий, доброе утро, доктор Фиддман. Фиддман, да-да, доброе, доброе утро. Опрашивающий, доктор, мы хотели бы получить от вас немного информации об объекте SCP, который вас преследует. Фиддман, что вы хотите? Что вы хотите знать об этом? Опрашивающий, что вам известно об SCP-2490? Фиддман, ничего. Я знаю, что это объект SCP, я знаю, что он может телепортироваться. Я знаю, что терроризируют сотрудников фонда. Я знаю, что он им что-то делает с головой. Я знаю, что он разрушил мой брак. Вот и все. Опрашивающий, когда вы впервые столкнулись с SCP-2490? Фиддман. Это было... Это было около шести месяцев назад. Я шел забирать свою дочь из школы. Она там летом выпускалась. Я шел в школу и вдруг споткнулся в одном переулке. Когда выпрямился, то увидел это. Оно пряталось в том переулке. И как только поняло, что я его вижу, оно побежало. Сначала, знаете, я не понял, что именно там увидел. Знаете, так что я... Я просто списал... Я просто списал это на смог. В городе такой смог, в двух шагах толком ничего не видно, знаете. Но я не мог вытряхнуть его из головы. Это лицо и как оно смотрело на меня. Как, я не знаю, это были просто два глаза и больше ничего. Просто два синих глаза. Они смотрели на меня. Просто эти глаза. Опрашивающий. Когда вы в следующий раз увидели SCP-2490? Фильдман. Это было... Это было примерно через неделю, по-моему. Я шел к зоне 33 и вдруг услышал шорох. Тихий, почти незаметный. А потом я увидел, что кто-то карабкается по дороге, как краб. Я увидел ту хрень, как манекен, сделанный из... Ну, не знаю, из огромных пластмассовых пилюль. Оно бежало на руках и ногах, животом кверху. Карабкалось вот так. Потом раздался ужасный грохот, который стал тише, когда оно заползло за угол. Я просто... Я не мог поверить то, что я видел. Я предположил, что это галлюцинации из-за... Из-за того проекта, над которым я работал. Не думаю, что мне можно вам рассказывать об этом, извините. Опрашивающий. Все в порядке. Пожалуйста, продолжайте по поводу ваших контактов с SCP-2490. Я... Я ничего не знал на тот момент об SCP-2490. Ну, вернее, я слышал, что говорят о каком-то хаосидском крабе. Человек, манекен. Но слухи ходили все вокруг да около. Так что я просто подумал, что это галлюцинация. Кроме того, там были десятки людей. Смотрели прямо на него и даже не вздрагивали. Так что, как я уже сказал, я просто проигнорировал его. То есть я доложил в тот же день о галлюцинациях в рамках того проекта. На этом все и кончилось. Доктор Фильдман делает паузу, чтобы собраться с мыслями. Фильдман. Я просто продолжал видеть его. Не постоянно, имейте ввиду. Но достаточно, чтобы убедиться, что как только я его забывал, оно снова ко мне являлось. Пряталось за угол. Убегало крабом в здание. Ползало по стенам. Растворялось в толпе. Никто эту чертовщину и не замечал. А я все еще работал над тем проектом, так что не волновался. Но оно начало подбираться все ближе и ближе. Его руки были, они были вытянуты. Оно тянуло ко мне свои долбанные пластиковые клешни, как будто бежал о марафон. Тогда я понял еще кое-что. Та херня постоянно двигалась ко мне. Но никогда не двигалась своими чертовыми ногами. Но оно не парило в воздухе. Это было буквально... Доктор Фильдман делает несколько глубоких вдохов. Фильдман. Я перестал работать над тем проектом, но стало еще хуже. Сначала это были мелочи. Звуки за спиной глухие, шумы, писк, жужжание. Вещи двигались... Немножко. На пару сантиметров. И каждый раз, когда я оказывался хотя бы чуть-чуть в темноте, было чувство, будто на меня что-то пялится. Я начал мельком его видеть, краем глаза. Однажды ночи, знаете, я посмотрел в окно, а оно там. Его было едва видно в свете фонарей соседского гаража. Оно рыскало в их долбанном дворе. А потом рвануло, когда поняло, что я его вижу. На следующий день выхожу, а там следы на снегу. Просто такие толстые, круглые... круги. Как будто кто-то проскакал на палке-скакалке или типа того. Я не слышал о животных, у которых были бы такие следы. На следующую ночь работал за компьютером и услышал звуки. Глухой шум, будто что-то на крыше. И я смотрю на окошко. Знаете, такое маленькое наклонное окошко на крыше, как люк для солнца. Я смотрю, а оно лицом к стеклу прижалось. Я на него уставился, а оно таращилось через это окно прямо мне в душу, мать его. А потом кувырка исчезла. Опрашивающий. Примерно тогда вы оповестили фонд об SCP-2490, верно? Фильдман. Да, примерно тогда я получил втык от начальства. А потом кое-какие средства безопасности и моговца-охранника. Средства безопасности, ха. Доктор Фильдман некоторое время глубоко дышит, затем успокаивается. Когда семья вернулась из отпуска, стало еще хуже. Я начал принимать снотворное, чтобы уснуть без ночника. Не мог позволить им знать, что что-то не так. Тогда оно поднажало. Я начал видеть его периферийным зрением. Зашел за угол, бац, а оно там. Вошел в комнату, бац, а оно через другую дверь входит. И абсолютно непредсказуемо. Неделю не наведывалось. А на следующий день просыпаюсь и бац, оно в присядку ковыляет из моей мать ее спальни. Знаете, как на мозги давят? И та система безопасности, которую вы поставили, не обнаружила ни хрена от слова совсем. Ваш долбанный моговец ничего не видел. Я единственный, кто видит его. Ни система безопасности, ни эти клоуны в погонах. Порвати и Дани заметили, что я на краю. Но что я могу сказать? Извините, на меня просто охотится демон-манекен? Доктор Фильман начинает дрожать. Охватывает себя руками. Опрашивающий встает, чтобы усилить обогрев в комнате для интервью. Фильман, не уходите. Вы выйдете, и я останусь с этим. Знаете, однажды вечером я чистил зубы. Я был на краю, но несколько дней его не видел. И тут смотрю в зеркало, и вот оно, его голова выглядывает из ванны. Там комната такая маленькая, что в этой ванне даже не уляжешься. А эта херня поднималась из этой ванны, будто вырастала. Два булавочных глазика на этой голове, как на жирной бежевой таблетке. Я развернулся, а там ничего, только глухой звук, будто кто-то вышел из комнаты. Так что я пошел и купил топор. На следующий день я работаю над проектом доклада и слышу жужжание. Смотрю в окно, оно просто стоит себе слева от меня, наблюдая за мной этими своими синими бусинками. И эти свои ужасные клешни сложила. Я моргнул, оно исчезло. Три дня назад я проснулся среди ночи попить и прихватил топор. Когда я проходил мимо комнаты моей дочери, я услышал, что что-то рядом движется. Знаете, что я увидел, когда я открыл дверь, опрашивающий? SCP-2490, я полагаю. Фильдман. Ничего. Просто Дэнни барботала во сне. Ничего там не было. Я оборачиваюсь и вижу, угадайте что? Оно стоит в самом конце коридора. Я рассверепел, понимаете? Я обернулся и оказался лицом к лицу с этой херней. А потом оно... Шасть в мою спальню. Я... Я врываюсь в спальню с этим топором, а там нет никого, кроме моей жены, которая не спит и таращится на меня. У меня топор в руках. На следующий день порвать и забрала дочь и уехала к своим родителям. Что я могу сделать? Я не могу поехать за ними. Вдруг оно со мной пойдет? Опрашивающий. Вы видели SCP-2490 с тех пор? Фильдман. Да. Провожала меня по пути сюда. Я потерял его где-то в миле отсюда. Опрашивающий. Спасибо, доктор Фильдман. Доктор Кришнамурти в ближайшее время вас навестит. Фильдман, подождите, я еще не закончил. Есть еще кое-что. Я заметил кое-что еще по этому поводу. Иногда оно меньше, чем обычно. Но иногда оно ростом примерно две трети от размера, которого обычно бывает. Я думаю, их несколько. В этот момент свет в комнате для интервью выключился примерно на три с половиной секунды. По словам опрашивающего, он слышал шаркающий звук и сдавленный вскрик. Затем свет включился снова, и на полу был найден доктор Фильдман без сознания, по-видимому, ставший жертвой SCP-2490. Следующий документ был обнаружен в базе данных ГОК во время событий удалено. Код угрозы. ИУС-4622, бархат, манекен-охотник. Рекомендованный уровень контрмер-4, серьезная угроза. Описание. Анимированный пластиковый манекен подкарауливает и преследует оперативников ГОК в течение случайного периода времени, вызывая психологическую травму, после чего атакует и неизвестным образом производит удаление мозгового вещества. Похоже, способен к легкой психической маскировке, подобно ИУС-9732 Ленгель-Корона и мгновенной транспортации. После этого нападения на ту или иную базу ГОК проникают два одушевленных манекена, выглядящие как уменьшенные подобия данной сущности, и похищают другие аномальные объекты, имеющиеся там. Меры безопасности не срабатывают. Свидетели сообщают, что видели, как квалифицированные сотрудники выносили украденные объекты в полном соответствии с правильной идентификацией и пропусками. Камеры видеонаблюдения способны зарегистрировать эти объекты на видеозаписи, хотя в прямом эфире объекты не видны. Их главная цель неизвестна. Правила ведения боевых действий. Все оперативники ГОК должны быть проинформированы о свойствах данного объекта и проинструктированы осведомлять ударную группу 2374 Beetlejuice в случае подозрения на преследование со стороны сущности. Ударная группа Beetlejuice оборудована огнеметным оружием и распылителями высокомалярных кислот. Все базы ГОК модернизированы огнеметными средствами защиты. Общие протоколы безопасности для персонал и баз, а также протоколы устранения аномальных объектов обновлены в избежании заражения ЮС-4622. История. Впервые обнаружен в 1965 году вблизи Билибинской АЭС на севере России оперативником ГОК Чаплин. После совместной операции с отделом ПГРУ по устранению ЛУЗ-1723 Алый Зеленый Мендель. В течение следующих нескольких лет еще несколько сотрудников по всей Европе подвергались преследованиям и нападениям со стороны объектов. В 1981 году после исчезновения агента Буратино на несколько баз ГОК проникли одушевленные манекены, напоминающие данную сущность, которые похитили различные аномальные объекты, назначенные на устранение. Все свидетели сообщили, что видели, как изъятие объектов производили квалифицированные сотрудники, обладающие требуемым допуском. Несоответствие удалось обнаружить в ходе стандартной проверки записей камер наблюдения. По состоянию на 1990 год от деятельности данных сущностей пострадало не менее 75 сотрудников ГОК и 45 аномальных объектов. Оперативники, внедрённые в фонд, сообщают о связи сущности с группой повстанцев Хаоса. Следующий документ был обнаружен в ходе рейда на оперативную базу повстанцев Хаоса. Данные удалены приказом Совета У-5. Некоторая информация была отредактирована. Номер в каталоге ОРР-код. СК 59-471-6866. Тип документа. Пошаговая последовательность. Дата поступления. 0406-59-28-11-68. Статус операции в процессе. Предисловие. Мы не знаем, откуда он пришёл. Мы лишь только знаем, что от его нападения нет спасения. Манекен со своими детьми подбирается всё ближе. Не дружественен ни к тварям, ни к людям. Он питается нашими людьми и его дети в нашем владении. Прячась в тени, мы не спасёмся от них. Так что давайте скроемся на виду. Когда придёт время, мы, повстанцы, напустим эту чуму на наших врагов. Как она была напущена на нас. Далее мы, комитет Дельта, представляем документ с пошаговым планом, расшифрованным машинистом повстанцев хаоса. Первый шаг 59-471. 11 сентября манекен выбирает жертвы сотрудника класса Гамма. Удалено. На базе 24. Сказать всем другим сотрудникам базы, что он заражён аномальным патогеном. В настоящее время сохранён для исследования. И что единственный способ не заразиться, игнорировать его разговоры о преследователях. Второй шаг 60-756. Открыть золотые врата, в настоящее время размещённые на базе 13, и позволить сбежать существам, которые выйдут. Убедиться в том, что сотрудники класса Альфа удалено, удачно сбежали, но изменить их поисковые микрочипы таким образом, чтобы они были направлены на любого крота Гамма-класса Фонда или ГОК. Третий шаг 60-034. 6 ноября потомство манекена нападает на базу 24. Эвакуировать все объекты, кроме пояса Ипполиты и Всевидящего Ока. Эти всё равно бесполезны в данный момент, так или иначе. Эвакуировать весь персонал класса Гамма. Оставить вооружённый контингент охранного персонала класса Бетта и стандартный персонал класса Альфа, чтобы защитить базу от потомства. Четвёртый шаг 64-034. Доставить переменчивое дитя российскому связному 17 октября. Принести его контрольный пояс и поддельный пояс. Дать русскому поддельный пояс. И убедиться, чтобы доставивший сотрудник уходил сразу же после оплаты. Шаг 68-666. Сотрудник класса Бетта, удалено, задумал и переметнуться к врагам. Пусть два сотрудника класса Гамма обсудят рядом с ней манекен, делая вид, что это сотрудник класса Альфа, модифицированный при помощи аномальных объектов. Упоминать о потомстве эти сотрудники класса Гамма не должны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова